Колыбелка. Село Лискинского района на правом берегу реки Дона. Начало селу положил полковник Острогорского полка, один из участников разенского восстания Иван Дзеньковский. Во время разъезда в постепи Дзеньковский облюбовал красивое место на Дону в падении речки Колыбелки. Вскоре он поселил здесь несколько семей острогорцев. Это был период между 1655 и 1660 годами. Есть несколько преданий, в которых по-разному толкуется происхождение названия села. Одно из них говорит следующее. На этом месте поселились когда-то украинские казаки. В соседнем лесу водились белки. Когда спрашивали казаков, где вы живете, они якобы отвечали Колыбелок, то есть Околыбелок. Вот так вроде бы и получилось название Колыбелка. Конечно, эту легенду нельзя воспринимать всерьез, да и рассказывают ее как бы шутя. А вот еще одна легенда. Она приведена в Воронежских епархиальных ведомостях за 1886 год. Колыбелка – старинное и главное место пребывания фамилии Тевишовых, острогорских полковников. Названо оно Колыбелкою, потому что будто бы послужило колыбелью, началом обширных тевишовских владений. Сразу видно, что такое объяснение могло родиться только в среде богатых дворян, приспособивших название для утверждения своих имущественных интересов. Помещики Тевишовы не задумывались над тем, что владели они селом с 1704 года, а село-то появилось значительно раньше. Из самого своего возникновения называлось оно также Колыбелка. Название же его произошло от одноименной речки, впадающей в дон. Слово «колыбель» родственно глаголу «колебать», «колыбать». Детскую люльку именно колеблют, качают. Старину колыбелью также называли «родник», где вода как бы колеблется. В таком значении это слово сохранилось до сих пор в северных областях страны. Писатель Владимир Салаухин в книге «Владимирские проселки» рассказывает, как он с детских лет мечтал посмотреть на то место, откуда берет начало небольшая речка Ворша. И вот он нашел то место, где зарождается речка. У крутой поперечной горки, то есть у задней стенки овражка. Травы буйствовали невероятно. Оттуда плыл, наполняя овражек до краев, резкий душноватый аромат дягеля. Его белые пышные шапки как бы зеленовато светились. Там окруженная могучими травами и была колыбель. У речки Колыбелки есть много родственников. Это многочисленные ручьи с такими названиями – колодезь, кринеца. На таких протоках возникли села с поэтическими названиями – олень-колодезь, кринеца, колодежная, гремячий колодезь. Поселок сначала назывался деревня Полковницкая, а затем Колыбелка. В период разинского восстания 7 сентября 1670 года в Колыбелку пришел с отрядом из 23 человек Федор Колчев. Все колыбельцы вместе с атаманом Матвеем перешли на сторону повстанцев. По поручению Колчева колыбельский крестьянин Иван Казачок повез к Дзеньковскому записку в Острогорск. Дзеньковский вскоре прислал такой ответ. Чтобы поднять Острогорск, достаточно пяти разинцев, которые войдут в город. После этого отряд Колчева двинулся в город. К нему присоединились 24 колыбельских жителя. Проводником был все тот же Иван Казачок. За одну ночь повстанцы добрались до Острогорска. В результате Острогорск, а затем и город Ольшанск, ныне село Верхний Ольшан, перешли на сторону разинцев. Позднее Федор Колчев с группой товарищей были схвачены и отправлены в Москву, где их казнили. Там же был казнен и колыбельский крестьянин Иван Казачок. В 1704 году Острогорским полковником стал Иван Тевишов, который закрепостил Колыбелку, а в 1708 году получил царский указ на нее. С тех пор Колыбелка на долгие годы стала крепостным селом потомков Тевишова. Крестьяне колыбелки жестоко эксплуатировались на барских полях, но даже работая на господина, колыбельцы научились разводить породистых овец, и овцеводство здесь стало традиционным делом. Многие семьи, например, Светочевы, занимались овцеводством из поколения в поколение. В годы советской власти эта особенность была учтена. В селе создан племенной овцеводческий совхоз Колыбельский. Колыбелка славится так же, как старинное песенное село. Еще до революции здесь создавались семейные ансамбли. Ныне традиции своих односельчан продолжал поэт и композитор, учитель Виктор Козинцев, автор многих песен, для которых он сам написал слова и музыку. В 1808 году была построена каменная богословская церковь. В 1851 году в Колыбелке имелись конный, два овчарных завода, в 1900 году три общественных здания, земская школа, маслобойный завод, четыре лавки и трактир. Прежнее здание Иона Богословской церкви построил колыбельский помещик Владимир Тевешов. В 1802 году красивейшее здание в стиле подмосковного классицизма именовали в Воронежской области жемчужиной правобережья Дона. Храм закрыли в 1931 году и спустя 30 лет разрушили до основания. К возрождению его приступили в 2016 году. Место для новой церкви выбрали на въезде в село. При участии митрополита Воронежского и Лискинского Сергия был освящен и установлен закладной камень. Строительство велось на средства районных властей, администрации колыбельского сельского поселения, спонсоров и пожертвования местных жителей. Основные работы по строительству церкви уже завершены. С июля 1942 года по январь 1943 года село было оккупировано гитлеровцами. Освобождено 219-й стрелковой дивизией, наступавшей с Щучинского плацдарма. 5 июля 1942 года фашисты ворвались в Колыбелку. Началась полугодовая оккупация села. Хозяйничали в Колыбелке в основном мадьяры, но были и немцы, и даже финны. Первое, с чего они начали осуществлять свою власть, это устрашение населения. По всему селу были расклеены приказы и воззвания военного коменданта с теми или иными запретами. За их нарушения в основном предусматривался расстрел. Под предлогом борьбы с партизанами, но прежде всего для устрашения жителей, были произведены первые массовые расстрелы. 19 июля, схватив 9 ни в чем не повинных людей, их привели к сельскому клубу, заставили вырыть яму и расстреляли восьмерых. Девятого оставили для того, чтобы он прикопал убитых, а потом прикончили и его. Через день, 21 июля, было расстреляно еще 22 человека. Цифра эта спорная. По утверждению очевидцев, расстреляно было больше. Перед расстрелом фашистами был произведен своеобразный отбор. Все население села было пригнано к комендатуре. Заходили по одному. Там каждому вручался клочок бумаги с надписью. При выходе из комендатуры, в соответствии с этой бумагой, солдаты делили людей на две группы. В группу, подлежащую уничтожению, включали в основном мужчин от 15 лет до 60. Оставшиеся в живых вспоминали такие подробности. Ваня Горелов получил документ на тот свет. Но когда вышел из штаба, сумел юркнуть за забор и умчаться подальше. Так и остался жив. А Ваня Брижагин не попал в число подлежащих уничтожению. Но когда вышел во двор, то ему очень захотелось закурить. Своя махорка кончилась, рядом курящих не было, а чуть в сторонке под охранный мадьяр стояли знакомые курильщики. Он и направился к приятелю стрельнуть закурить. Охрана беспрепятственно пропустила его, но обратного пути уже не было. Никакие объяснения и уговоры не подействовали. Так и попал парнишка под расстрел за понюшку табаку. Отобранная группа смертников была отконвоирована в питомник и там уничтожена. Это произошло на хуторе. Там находится могила, где были захоронены эти люди. Расстреливали в колыбелке и военнопленных. В конце лета была проведена неудачная операция Красной Армии по освобождению села. Погибло большое количество красноармейцев. Их тела были захоронены во враге Паринное или просто на колхозном поле. От 40 до 60 бойцов попали в плен и были расстреляны за сельским клубом. После войны их прах был перезахоронен на место нынешней братской могилы. После войны их прах был перезахоронен на место нынешней братской могилы. А к осени 1942 года все население колыбелки было выселено оккупантами в свой тыл Марки, Екатериновку, Евдокова. Окупация в колыбелке длилась с 5 июня 1942 года по 15 января 1943 года. За время оккупации в колыбелке было разрушено 498 домов из 700 бывших до начала военных действий в селе. Большинство деревянных строений уничтожено огнем, а часть разобраны на бревна для сооружения блиндажей и укреплений. 14 января 1943 года в результате стремительно развивающейся Острогорско-Рассашанской операции в войск Воронежского фронта было освобождено село Колыбелка. Освобождали Колыбелку бойцы 219-й стрелковой дивизии, которым поставили памятник с именами погибших. Всего 40 человек. Всего 40 человек. В настоящее время в Колыбелке имеются средняя школа, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовые отделения. На данный момент население в селе составляет 1309 человек.